Забавные флешмобы, спортивные конкурсы, образовательные программы. Во дворе дома 49 по улице Рябикова, лето во дворе в самом разгаре. На этот раз час культуры посвятили правилам дорожного движения. Сотрудники библиотеки номер один организовали для детей выставку детских книг, подготовили тематические загадки и раскраски. Детям напомнили, где и как правильно пересекать проезжую часть, какие меры безопасности необходимо соблюдать на улицах, во дворах домов, на остановках общественного транспорта, при поездке в автобусе или автомобиле. К проведению мероприятий культуры присоединились сотрудники госавтоинспекции, дирекции безопасного дорожного движения, которые любезно расширили наш тематический контент, содержательную часть наших программ. Летом многие дети не только передвигаются пешком, но катаются на самокатах, роликах и велосипедах. Поэтому гости напомнили ребятам о правилах дорожного движения, которым должны следовать не только пешеходы, но и велосипедисты. Сегодня тема нашего мероприятия «Велосипед без бед». Совместно с госавтоинспекцией принимают участие юные инспекторы движения, которые рассказывают о правилах дорожного движения. Организаторы сегодняшнего мероприятия призывают родителей воспитывать в детях потребность быть дисциплинированными, внимательными и осторожными во дворах. Также на велосипеде и на самом водителе велосипеда должны быть световозвращающие элементы. Допустим, на колесах, на шлеме также должны быть. Юный инспектор движения объяснил, что велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет могут двигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, велосипедным велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Да, мне понравилось, потому что тут раздавали подарки, мы раскрашивали, мы читали, нам рассказывали о дорожных правилах. Всем участникам подарили специальные памятки с правилами безопасного поведения на дороге, световозвращатели. Такие приспособления в темное время суток делают пешехода более заметным для водителей. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.